Традиционно на дне открытых дверей в учреждение высшего образования правоохранительного профиля приходит большое количество абитуриентов. Как правило, это учащиеся школы, где есть классы военной или юридической направленности. В рамках мероприятия юноши и девушки могут познакомиться со структурными подразделениями, которые развиваются в системе УВД, а также получить компетентную информацию о поступлении из первых уст, в частности о проходных баллах. Необходимо хорошо учиться. Девушки очень много и часто изъявляют желание стать курсантами, но в последнее время у нас выделяется определенное количество мест для поступления лист женского пола. Естественно, некоторые девушки затрудняются при поступлении. К слову сказать, в 2017 году для того, чтобы стать курсантом Академии МВД, девушкам необходимо было набрать 361 балл. Всего в Беларуси существует два высших учебных заведения, окончив которые молодые люди приходят на службу в органы внутренних дел. Это Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Могилевский институт МВД. Сегодня им есть что предложить будущему студенту. Мы набираем юношей и девушек в возрасте от 17 до 25 лет. Причем юношей мы набираем на обе специальности, а девушек только на одну специальность, на специальность правового обеспечения общественной безопасности. Значит, конкурс в этом году у юношей, минимальный проходной балл был по специальности правового обеспечения общественной безопасности, он составлял 159 баллов. Для девушек проходной балл составлял 328 баллов. Почему такая разбежка по баллам? Девушек мы набирали всего лишь 20. Кроме того, на эти 20 мест претендовало порядка 14 или 15 выпускниц кадетских училищ, которые имеют льготы при поступлении. Однако первый шаг, который должен сделать абитуриент – выбрать вид будущей деятельности. Для этого необходимо посетить региональное представительство ведомства и получить соответствующее направление. Сегодня в интересах Следственного комитета ребята поступают исключительно в следственный экспертный факультет Академии МВД Республики Беларусь. Для того, чтобы попасть на обучение на данный факультет, необходимо обратиться в областное управление Следственного комитета, либо в территориальное наше подразделение, и наши специалисты проведут собеседование и выдадут справку-рекомендацию для обучения и направления на обучение.